Всем привет! Я рада видеть вас на моем канале Эрен Лурье. Сегодня вашему вниманию я хочу предложить пирог, словно тортик. Он из нескольких слоев. Он из бисквитной части и творожной, сверху он ягоды. Бисквитная часть, она идет с кокосом. Творожная часть очень-очень нежная, просто невероятно нежная. Сверху очень много, очень много черешни летней. Это просто вообще такая вкуснятина. Если вам интересно, как ее приготовить, то смотрите продолжение дальше. Я подробно расскажу весь рецепт и весь процесс приготовления этого пирога. Для начала нам нужно подготовить творожную начинку. Для этого мы берем творог. Творога я беру 400 грамм. У меня 9% творог. Сюда мы добавляем одно яйцо и желток, и белок, все вместе. Еще мы сюда добавляем соль. Соли я беру 1 четвертую, 1 пятую часть чайной ложечки. Чуть-чуть, щепотку буквально. Теперь ванильный сахар. Ванилин или ванильный сахар по половину маленького пакетика. В ванилине там 2 грамма. Разделите пополам. Или в ванильном сахаре там 8 или 10 грамм. Разделите пополам. Один пойдет в тесто, а другой в начинку. Значит, пол пакетика. Теперь мы сюда добавляем 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Если нет кукурузного, то можно и тогда и картофельный. Но с кукурузным крахмалом лучший вкус будет. Еще мы сюда... 2 столовые ложки крахмала. Еще мы сюда добавляем 100 грамм сахара. И еще сюда мы добавляем 200 грамм сметаны. Сметана довольно жирная. 20-25 процентов. Добавляем сюда в мисочку. 200 грамм. Остатки потом вышкрепаем. И все это нам нужно перемешать блендером. Погружным блендером до однородной массы. Если у вас нет погружного блендера, то тогда толкушкой для картофеля, для пюре это можно сделать. Все перемешать нужно до однородной массы. Вот посмотрите, какая творожная масса получается. Такая вся однородная. Очень однородная. Теперь нам ее нужно, пока оставляем в сторону, дадим ей немножко постоять, а сами займемся тестом. Будем подготавливать тесто. Берем мисочку. В мисочку мы выливаем 3 яйца и желтки и белки все вместе. Сюда мы добавляем еще 100 грамм сахара, сахарного песка. Так, сюда. Еще сюда мы добавляем немножко соли, щепоточку соли. Ну, это буквально где-то 1 четвертая, 1 пятая часть чайной ложечки. В мисочку и оставшуюся пакетик ванильного сахара или ванилина, половинка пакетика. Все тоже сюда добавляем. Все это нужно перемешать, взбивать не нужно, а просто перемешиваем венчиком. Венчиком перемешиваем до однородного состояния. Так, вот посмотрите, яйца с сахаром я уже перемешала. Все просто перемешала. Теперь мы сюда добавляем еще молоко. Я беру где-то приблизительно 50 грамм. Это 2-3 столовые ложки молока. И 50 грамм сливочного масла, растопленного. Но не горячего, а уже остывшего, просто до комнатной температуры. И еще сюда я добавляю кокосовую стружку. Вот видите, где-то 1-1,5 столовые ложки сюда в тесто. Тесто у нас будет с кокосом. Все это мы перемешиваем до однородного состояния. Просто перемешиваем вот так вот. И нам нужно муку. Муки мы берем 180 грамм. Ее, как всегда, нужно обязательно просеивать, чтобы не было комочков. И добавляем сюда еще разрыхлителя. Одну чайную ложечку разрыхлителя. Все это нам нужно перемешать. И потом будем добавлять жидкую смесь. Жидкую смесь перемешала всю. Муку перемешала. Теперь мы добавляем нашу муку в жидкую смесь. Не всю сразу, конечно, как всегда, а за 2-3 раза. И перемешиваем постоянно, чтобы не было комочков. До такого однородного состояния перемешиваем. Вот посмотрите, какое тесто у нас получается. Оно довольно жидковатое. Вот видите, вот такое вот тесто по своему составу. Пока мы его оставляем в сторону. И нам нужно подготовить черешню. Черешню я беру... Вот видите, какая черешенка. Это желто-красная черешня. Она с очень тонкой шкуркой. Нам нужно убрать косточки. Видите, вот здесь я уже вытащила косточки. Можно вот такой вот специальная доверка сюда складывается. Вот так вот сюда ложится. Черешенка нажимается, и она выдавливается, косточка, вот сюда вот. Если у вас нет какого-либо приспособления для выдавливания косточек, то можно взять обычную шпильку или большую булавку, и булавкой вытащить эту косточку. Вот я подготовила черешню уже без косточки. Вот видите, уже выдавила. Здесь приблизительно где-то килограмм черешни. Но я буду смотреть, сколько у меня пойдет, я потом скажу вам. Теперь мы берем формочку, в которой будем выпекать. Я взяла круглую формочку в диаметре 20 сантиметров. Выстелила ее пергаментной бумагой. Вот видите, она разъемная, чтобы удобнее было потом доставать. И смазала ее сливочным маслом. Можно, конечно, и растительным. Но сливочное оно даст лучший вкус. И боковинки смазала, и дно смазала. Теперь мы сюда высыпаем наше тесто все полностью. И разравниваем аккуратненько лопаточкой. Вот посмотрите, тесто я уже выложила в формочку. Видите, разровняла его по всей площади. Вот так вот. Теперь мы берем черешню и немного выкладываем черешни на наше тесто. Равномерно так, одинаково. Вот посмотрите, я уже немного выложила черешни сюда, сверху теста. Тут ее еще многому осталось. Теперь мы сверху на черешню выкладываем всю творожную массу нашу. Аккуратно, вот так вот, по всей площади равномерно, одинаково. Творожную массу я уже все вылила в формочку. Немножко, немножко вот так вот ее потрясите, чтобы она уселась равномерно, одинаково. Пока она жидкая еще, то она сама себе найдет место, где ей сесть. И теперь сверху мы выкладываем черешню. Выкладываем черешню уже так, как мы хотим. Вот посмотрите, как я выложила черешенку. Буквально впритык друг к дружке. Выложила много черешни, чтобы она была и сочная, и аппетитная, и красивая. У меня осталось где-то, ну, грамм 100-150 черешни. Получается, было килограмм, но здесь где-то 800-900 грамм пошло черешни на этот пирог. Теперь мы ставим нашу формочку с нашей заготовочкой в духовку. Духовка должна быть прежде разогретая на 180 градусов. Можно было включать с самого начала приготовления теста и начинки. Духовка на 180 градусов. Ставим выпекаться на 35-40 минут. Ближе к концу проверяйте шпажкой. Если тесто не липнет, то значит оно уже готово. Творожная прослойка, она, конечно, будет липнуть, потому что творогу потом нужно остыть, и тогда он застынет и настоится, и будет все нормально. Ну, а сейчас ставим в духовку. Я уже вытащила наш пирог из духовки, и пока он еще горячий, мы присыпаем его немножко сахарной пудрой. Через ситочку вот так присыпаем. И оставляем остыть на столе минут 30-40, а потом мы ставим пирог прямо в этой формочке. Мы ставим его в холодильник для стабилизации где-то на 3-4 часа. Можно и на ночь оставить. В связи с тем, что творог еще не застыл, ему нужно стабилизироваться, настояться и застыть. А утром посмотрим, как уже будут выглядеть в разрезе. Вот наступило утро. Я достала уже наш пирог из холодильника, разрезала, чтобы вам показать. Посмотрите, какой он получается. Это вообще красота. Такое вкусное. Тесто какое с кокосом. Посмотрите, как поднялось. Отворожная прослойка такая нежная-нежная, а сверху вот эта черешенка, такая кисло-сладкая. Очень вкусно. Очень вкусный рецепт получается. Попробуйте приготовить такой. Я думаю, вам понравится. Если понравился рецепт, то не забудьте поставить лайк. Мне будет приятно. Напишите в комментариях, как вам такой рецепт, как вы делаете. Может быть, что-то по-другому. Мне будет тоже интересно. Всем приятного аппетита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok